Когда я доложил Веронике Игоревне Скворцовой о том, что есть взаимопонимание с правительством области, она подписала указания и было решено, что центру быть. Жители Корчатова и близлежащих районов теперь могут быстрее обратиться к медикам и не тратить драгоценное время на поездку в областной центр. Необходимую консультацию и лечение теперь можно получить в новом сосудистом центре в городе Атомщиков. На его создание выделили порядка 100 миллионов рублей. 1 августа медучреждение приняло первых пациентов. Честно говоря, сосудистые центры нужны и необходимы. Тем более крыло для некоторых районов Корчатов будет ближе, чем, допустим, областная больница или больница скорой медицинской помощи. Поэтому центр я оцениваю очень хорошо. Оборудован центр по последнему слову. Врачи проводят здесь сложнейшие операции с помощью нового ангиографа. Также в отделении есть палаты противошоковой терапии. А персонал прошел стажировку в клиниках Москвы и Федерального медико-биологического агентства. Мы надеемся, что с открытием этого отделения Курчатовская больница получила новый вектор развития, который будет продолжаться все последующие годы. Специалисты центра готовы к самым сложным случаям. Но с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как и с любыми другими, важно не затягивать, говорят медики. Поэтому курян просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам. Сюда можно попасть, конечно, когда почувствовал себя человек плохо. И очень важно не затягиваться этим, как уже вы слышали много раз. Самое главное – это не терять время в течение часа поступить к нам на обследование, свое время на лечение. Попасть очень просто. То есть это либо вызов скорой медицинской помощи, или же вы находитесь в непосредственной близости от нашего учреждения по самообращению. Мы открыты абсолютно для всех. Помощь бесплатная по полису ОМС. Открытие центра позволит выявлять проблемы с сердцем или сосудами на ранней стадии их развития, предупреждать инфаркты и инсульты, лечить нарушения ритма, проводить сложнейшие операции. В общем, спасать жизни. Так, в 2022 году в Курской области смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилась на 20,5%. И на достигнутом врачи останавливаться не планируют. Новый сосудистый центр будут дооснащать и развивать в дальнейшем. Мария Колосова, Елена Евтихова, Владислав Соболев. События дня.